Участник сводного ансамбля, преподаватель музыкальной школы имени Глинки Владимир Логинов, говорит, играет в коллективе около 20 лет. Сам здесь учился и каждый год вместе с коллективом принимает участие в городском конкурсе профессионального мастерства среди педагогов учреждений дополнительного образования, призвания. На конкурсе коллектив представил два музыкальных произведения – овертюру к опере Михаила Глинки «Руслан и Людмила», весь конкурс проходит в стенах одной из старейших музыкальных школ Самары, которая носит имя великого композитора, а также произведения аргентинца Астера Пьецола, известного тем, что он обогатил жанр танго, создав новое направление музыки – танго-нуэво. Для меня самое главное – не участие в конкурсе, для меня самое главное – оказаться в кругу профессиональных музыкантов и профессиональных педагогов. Но дело в том, что любой музыкант – он музыкант только до тех пор, пока он находится на сцене. И конкурс для нас – это в первую очередь сцена, на которой нам надо находиться, чтобы оставаться музыкантами. Конкурс «Призвание» открывает в этом году ряд мероприятий, посвященных году педагога и наставника, объявленного в России президентом Владимиром Путиным. Номинации – три исполнительское мастерство музыкантов, художников и научно-методическая и проектная деятельность. Очень важный конкурс, потому что наши педагоги, а у нас их порядка тысяч человек, только в школах искусств работают, хотят и могут проявить свои таланты, показать, какие они одаренные люди, какие они профессионалы своего дела. Очень важно это сделать, наверное, именно в этот год. В этом году за победу борются 156 педагогических работников из 22 школ искусств. Конкурс проходит восьмой год, но во время пандемии проводился онлайн. И в этом году участники впервые за два года снова встретились на одной сцене. Кроме того, конкурс у нас стал открытым, поэтому в нем принимают участие и наши коллеги из отрасли образования. И вот уже третий год к нам присоединяются также преподаватели из городов Смоленска, Ленинград, Санкт-Петербург. Вот в этом году Санкт-Петербург и Смоленск. Оценить художественные работы и услышать исполнение музыкальных произведений в этот день могли только члены жюри. В апреле победители конкурса выступят перед зрителями на большой сцене. Там же пройдет торжественное награждение. Виктория Шарая, Григорий Плешаков, События.